визуальная репрезентация времен английского языка вот эти вот полосочки указывают на то когда происходит действие время simple само по себе она называется простым потому что нету никаких нюансов это просто мы указываем когда действие происходит прошедшим настоящим или в будущем значит что нужно для начала уяснить английские времена сами по себе они ну по сути по большей части времен русских не очень чем отличаются разница английских времена русских времен заключается в том что в английском русском языке у нас есть такая штука как вид глагола значит у нас есть вид глагола совершенно и вид глагола несовершенный значит разница между этими глаголами от отображается в английском языке через времена значит по большому счету времена можно разделить на три категории это горя simple то есть общая категория continuous то есть моментная то есть то что происходит какой-то тучки времени на и а категория совершенное то есть то что у нас указывает на то что действие уже закончилось вот соответственно это у нас будет соответственно на общее время это время simple время момент на это continuous время совершенное это perfect и соответственно четвертое время которое у нас не включено в эти три это perfect continuous но не включено по достаточно простой причины потому что оно является комбинацией времен моментных и совершенных на то есть но даже по образованию полностью соответствует время continuous и времени continuous и времени perfect одновременно да то есть у нас есть глагол to be как во времени continuous и у нас есть как во времени perfect вот значит что нужно из этого все вынести у нас есть время continuous здесь оно разбито на четыре части я не знаю почему она оказалась здесь наверху но неважно значит время continuous она моментная она указывает на момент времени да то есть несмотря на то что она на русский язык переходе переводится не с глаголами несовершенного вида по факту но указывает на точку времени какую надеюсь у нас обозначена точками пас континьюс лишь нас обозначен точке в праздник континьюс и здесь нас обозначен точкой фьючер континьюс значит здесь у нас есть точно такое же предложение с обозначением другим к этому вернемся потом попозже время continuous у нас является момент то есть если вы используете время continuous вы указываете на какую-то точку времени если вашем предложении нет никакой точки времени если вы ссылаетесь на какое-то действие которое не обладает конкретной точкой времени то вы не можете использовать в данном случае континьюс значит самое простое что у нас есть во времени континьюс это present continuous нас обычно его дублирует на русский язык как действие которое происходит данный момент то есть в данном случае у нас точкой времени является момент речи я сейчас ем в принципе любое предложение в present континьюсе можно поставить слово сейчас и это будет но она там не будет лишним скажем так то есть она будет просто уточняющим если действие происходит как конкретный момент времени то это континьюс значит ситуация с опас континьюс и фьючер континьюс на немножко сложнее потому что там у нас во-первых не очевидно какой момент имеется ввиду потому что во времени present континьюс у нас всегда точкой времени является момент речи во времени фьючер континьюс и пост континьюс у нас точка времени должна дополнительно обозначаться значит обозначается она двумя способами у нас либо точно указан момент действия то есть допустим в пять часов я ел а его за пинкет файв пока и соответственно точно так же можно одна дзеркалить его в будущее время у нас получится ой бил литин это файву хок в обоих случаях указан момент времени в которой происходило действие значит это вариант самый простой и самым понятно значит есть способ указать момент времени другим другой указать его с помощью другого действия то что у нас та ситуация когда он используется континьюс чаще всего он называется прерву прерванное действие скажем так длительное действие прерванное другим действием ну например я ел когда ты мне позвонила а его затем в нью-каун и соответственно вас континьюс чаще используются понятным причинам потому что как бы мы уже точно знаем и момент времени действия которые произошло да но в принципе ключ и континьюс мы тоже можем использовать а прогнозируя как будет как будут происходить события например я буду есть когда они вернутся домой допустим вы знаете что они вернутся домой там но опять-таки в пять часов допустим вот и вы планируете в это время обедать и вы говорите айвил битин вэнзи com хоу здесь у нас будет небольшое согласование времен будущем на то что у нас называется тем тема смежная с кондиционалами на условными предложениями нам пока туда не будем углубляться но вообще нужно запомнить что передаточные предложения в будущем времени они всегда у нас стоят во времени present вот айвил битин вэнзи com или вэнзи камбэк на когда они вернутся вот то есть в любом случае у нас указано конкретный . конкретный момент времени насчет вот этого кусочки сейчас коротенько расскажу да значит время континьюс у нас может present континьюс у нас может использоваться для указания будущего времени то есть это то что у нас чаще всего дублируется конструкция i'm going to i'm going to ну вот опять-таки да речь идет о планировании да то есть также мы можем сказать да i'm eating at five o'clock то есть как бы несмотря на то что по по сути это present continuous самом деле речь идет о будущем время значит данном случае у нас опять-таки имеется в виду не конкретный момент времени да но это у нас воспринимается точно так же воспринимается симптом время perfect время совершенное начну с самого проблемного времени у нас но здесь ниже айф и там значит проблема с этом временем возникает чаще всего потому что не очень понятно почему она ссылается на действия в прошлом но по факту является настоящим это время present perfect present настоящее время но как видно по этой схеме у нас она указывается на действие которое происходило в прошлом в отличие от present continuous который указывает только на действие которое происходит в момент речи почему вот это вот время present perfect нас все-таки является настоящим несмотря на то что он указывает на момент в будущем в прошлом значит здесь нужно немножко ментальной гимнастики вот и немножко изменить восприятие времени который у вас есть немножко косноязычная она будет звучать по русски но допустим в японском языке например эта конструкция совершенно адекватно звучит максимально корректно с точки зрения времени вот это вот предложение айф и там будет переводиться как я имею результат который последовал за тем что я съел я имею результат который последовал за тем что я съел значит мы осуществили какое-то действие у нас получился какой-то результат и этот результат не только актуален на данном момент он нас практически мы его визуально можем воспринять то есть допустим я съел суп можно я теперь съем мороженое значит как бы в данном случае вопрос не в том что мы съели суп вопрос в том что из этого следует да ну то есть когда родители говорят ты не будешь ход вообще американская фишка скорее на но тем не менее на американский фильм все смотрели на не получишь десерт пока ты не съешь суп вот и вы говорите айфа в тенденции суп канаха в май дизор я съел суп вопрос не в том съели мы суп или нет вопрос в том что условия которое было поставлено она у нас выполнено поэтому когда мы используем время future present perfect мы ссылаемся на то что актуально на данный момент да то есть как правило это связано с разговором который идет на данный момент или с какими-то действиями которые происходят данный момент несмотря на то что действие само по себе по факту произошло в прошедшем времени актуальность его находится в настоящем времени то есть я имею результат да именно поэтому у нас используется глагол вспомогательный have который переводится как иметь несмотря на то что мы предложение можем не указывать на что из этого следует но результат этого действия у нас всегда есть если мы используем во время present perfect вот так надеюсь понять